Почти 50 тысяч человек в Тюменской области остаются под медицинским наблюдением, передает оперативный штаб. За сутки новый антирекорд. 243 заболевших коронавирусом. Но пугает даже не это. Официальный сайт stopcoronavirus.rf подтвердил информацию о 26 летальных исходах. Это максимум для нашего региона за последнее, вообще за все время пандемии. Понятно, что люди скончались не в один день, это только постановка диагноза и так совпало, но ситуация действительно непростая. Об особенностях распространения болезни и тонкостях выработки иммунитета поговорим с доктором медицинских наук, иммунологом Юрием Суховеевым. Юрий Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Сразу к вопросам. Вот статистика реально пугает, особенно сегодня. Есть еще люди, которые считают, что лучше переболеть, чем поставить прививку. Как их переубедить? Возможно ли это? Два взаимоисключающих вопроса. Это не лучше и не хуже. Прививку надо ставить в любом случае, а переболеть это уж как получится по ситуации. Значит, это эпидемия. Эпидемия живет по своим законам. Как только коллективный иммунитет выйдет на определенные параметры, эпидемия сначала останавливается, а потом начинает угасать. Этот закон никто не смог нарушить. Есть страны, которые этот закон подтвердили, допустим, Израиль, Англия. Эпидемия идет на убыль после определенного процента привитых. Что значит переболели? Когда человек заболевает, не вакцинированный, то у него ведь выбор очень простой. Он может заболеть легко, он может заболеть крайне тяжело и, мягко выражаясь, погибнуть. Выбор между погибнуть и не погибнуть, я думаю, будет в сторону не погибнуть. Поэтому надо обязательно прививаться. Сейчас просто идет война, эпидемия. Да, и какие-то правила нарушены. Вакцины были сделаны очень быстро. Сроки появления вакцин быстрые. Но дело все в том, что выхода-то нет. Пока. Пока. Все-таки, как вы считаете, когда будет этот порог, когда мы достигнем должного уровня вакцинации? 60% людей проконтактировали. По поводу говорила 80% недавно. Ну, 60% после 60% эпидемия начинает, то есть угол наклона начинает увеличиваться. Конечно, идеально привить максимально большее количество. Но эпидемия не будет управляема ниже 50%. Все-таки вакцинация обязательная должна быть? Или вот, ну, как мы сейчас доправляем? Ну, вот вы только что сказали. Такое аномальное количество смертей, это же ненормально. Поэтому, ну, выбор между умереть, не умереть, я думаю, однозначно в сторону не умереть. Поэтому вакцинация должна быть в любом случае. Ну, 25 регионов вводят, у нас пока не вводят. Вы считаете, предпосылки есть к этому? Или у нас пока... А это зависит от цифр, тот, кто их мониторит. Если продолжается рост, нужно усиливать вакцинацию. Вы уже отчасти вот коснулись этой темы. Сейчас все больше болеют молодые и болеют прям тяжело. Мы с медиками буквально на ту неделю об этом говорили. Прям тяжело болеют там. И к аппаратам ИВЛ подключают. С чем связываете эти вопросы? Ну, во-первых, сейчас циркулирует несколько штаммов. То есть тот базовый, с которого все началось, теперь появляются английский, индийский, юаровский и так дальше. Мало того, это уже детали в разнице генетического кода вируса. Но публикации говорят о том, что вот этот индийский штамм, он поражает, во-первых, у него высшая заразность, а во-вторых, он поражает молодых. И смертность при нем выше получается, потому что заразность выше. Ведь тут еще одна ситуация. Вы привелись, а иммунитет, который будет вас защищать, сформируется только через 14-21 день. И это тот самый люфт, в который можно заболеть и так дальше. То есть, ну, чем позже начнете, тем опаснее последствия. Как вы считаете, вирус будет мутировать? Вот я буквально еще раз читал про российский, который не признает вовс. Я вам скажу, он будет мутировать, потому что вирус – это паразит. Паразит не заинтересован в смерти хозяина. И любые, любые опасные, вот любые инфекции, связанные с мутацией вируса, они живут по таким законам. То есть, вирус постепенно привыкает. И, в конце концов, если помнить о предыдущих эпидемиях подобного рода, то вирус снижает свою опасность и начинает существовать с человеком, как обычная сезонная инфекция. Но для этого он должен пройти через многие тысячи организмов. И при этом люди гибнут. Ну, а статистика это подтверждает. Что касается вакцинации, на сегодняшний день привито более 28,5 миллионов россиян. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что обязательно вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан уже введена, как я говорил, в 25 регионах. По мнению ученых, именно вакцинация способна остановить распространение коронавируса. Вот с нами на связи сейчас доцент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов. Он изучает, в том числе, и распространение нового вируса. Иван Вячеславович, здравствуйте. Недавно в интервью вы употребили такой термин, как суперраспространители. Кто они? Как работает их иммунная система? Что это за люди? Термин суперраспространители был, в общем, известен до текущей пандемии, но в случае COVID-19 это очень-очень важное обозначение тех обычно молодых людей, которые болеют COVID-19 без симптомов или с минимальными явлениями так называемого ОРВИ, и при этом распространяют гораздо большее количество вируса. И по анализу было показано, что далеко не все люди обладают такими свойствами, но дело в том, что если таких людей даже больше 5%, они очень быстро распространяют инфекцию в популяции. Текущие штаммы коронавируса вызывают еще большее количество зараженных вокруг, и один человек может заразить такой бессимптомный выделитель вокруг себя 50, 100, а то и 200 человек, в связи с тем, что, как правило, такие молодые люди не пользуются средствами индивидуальной защиты в виде масок, не соблюдают дистанции и продолжают посещать различные мероприятия, будучи непривитыми. Если говорить про текущую ситуацию с новым индийским дельта-вирусным штаммом, соответственно, можно однозначно сказать, что он стал еще заразен. Ну понятно, что никто не застрахован, но вот как вычислить этого суперраспространителя, как понять, что, допустим, я им не являюсь? Это возможно? На сегодняшний день до сих пор нет однозначных позиций, четко и явно определяющих, как у конкретного человека будет протекать COVID-19. Поэтому мы видим иногда, что 25-летние болеют очень тяжело через реанимацию, и 45-летние, которые болеют без симптомов. Таким образом, любой на сегодняшний день потенциальный человек, который не получил прививки и не болел до этого, может быть теоретически источником инфекции для окружающих. А вообще вакцинация способна уберечь нас от суперраспространителей? Да, это так, поскольку вакцинация формирует специфический иммунитет, и когда человек в редких случаях, контактируя после прививки с диким коронавирусом, все же временно инфицируется, он распространяет вирус гораздо более сокращенный период промежуток времени. Получается, даже если человек привит от коронавируса, он может быть распространителем, получается? Нет, он гораздо менее значим в плане распространения инфекции в сравнении с теми людьми, которые болеют легко и бессимптомно, не будучи до этого привитыми. Понятно. Спасибо большое, Иван. С нами на связи был доцент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов. Продолжим. Роспотребнадзор предложил осенью вакцинировать россиян от сезонного гриппа. Проект постановления ведомства уже опубликован на портале нормативных правовых актов. Всего планируется привить 60% населения страны и 75% людей из групп риска, куда наряду с пенсионерами, беременными и больными хроническими заболеваниями включены работники зоопарков, птицефабрик и свиноферм. Интервал между прививками против гриппа и других инфекций, включая коронавирус, не менее одного месяца. Информировать население о необходимости вакцинации начнут с конца августа. А мы продолжим беседу с доктором медицинских наук, именологом Юрием Суховеевым. Юрий, Юрий Иванович, вообще вот вопрос от пользователей соцсетей. Если я уже поставил прививку от коронавируса, зачем мне прививка от гриппа? Вот такой, может быть... Дело в том, что речь идет о разных антигенах. То есть, прививка от коронавируса не исключает того, что вы заболеете гриппом. И наоборот. Поэтому переболеть и гриппом, и коронавирусом, это не очень полезно для функционирования иммунной системы. Вот тогда вопрос такой. Как совместить-то тогда эти две прививки? И так нагрузка большая на организм. Посмотрите, Роспотребнадзор совместил это с теоретически правильным посылом. Интервал между прививками должен быть месяц, чтобы сформировался специфический иммунитет на одну группу антигенов и специфический иммунитет на другую группу антигенов. И не было никакой возможности помешать одного другому. Но планировать тогда надо будет чуть заранее, потому что на тот же спутник мы знаем, что после первая, потом три недели, вторая. И потом после второй только месяц ждать. Так я понимаю? Ну, дело всё в том, что иммунитет начинает формироваться уже после первой, вторая является таким бустером, то есть усилительным. Ну, закрепляет. Да, да. Существует вариант прививки Лайт, где планируется только одна прививка, поэтому здесь не очень сложный расчёт. Можно посчитать, по идее. Ну, конец августа, да? Вот некоторые тюменцы, почему ещё боятся гриппа, потому что очень тяжело переносили, в том числе, вот вторую прививку спутника, да, там с температурой, некоторые выпадали там на три дня с рабочего процесса. Как тут быть? Вот тяжесть коронавируса и следующий грипп очень слабо взаимосвязаны. Они связаны только через одну вещь. Если человек является, у человека являются признаки вторично-иммунной недостаточности. Какие? Часто длительные заболевания, хронические, часто повторяющиеся инфекции, нынечковые заболевания, их несколько признаков, по этим нескольким признакам диагностируется вторично-иммунная недостаточность. Если она есть, то мы вправе предполагать тяжести там и там. Они могут болеть тяжелее и дольше. Но это уже такой вопрос конкретному врачу, который будет общаться с пациентом, потому что нам не получилось лечить по телевизору. Да, да, да. Нужна консультация, как пишут в рекламе. Есть особые противопоказания к прививке от гриппа какие-то в этом сезоне, может быть? Дело все в том, что конкретные противопоказания формирует специалист, привитолог. То есть нельзя вот так с экрана рекомендовать. Дело все в том, что по большому счету противопоказаний не так много. Острые заболевания, острые инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания в фазу обострения. Если не обострение, то нужно персонально решать. Их не так много. Это больше разговоров, чем людей, у которых такие противопоказания есть. Все-таки мы говорим о нагрузке на иммунитет. Вот если у меня уже есть антитела, стоит ли ставить прививку от коронавируса и потом еще от гриппа? Или все-таки я доживу и только грипп потом? Вы задаете вопрос, ответ на который появится примерно через два года. Дело все в том, что постмаркетинговые исследования прививочного иммунитета должны состояться в течение трех лет. И в течение трех лет будет сформировано представление о том, как этот вирус, как формируется специфический иммунный ответ. Потому что не одни антитела являются признаками, сорвивающихся иммунный ответ. У нас существуют клетки памяти. Если клетки памяти зафиксировали данный антиген, антител может не быть в большом количестве, а человек защищен. Но все-таки советую не ставить и ту, и ту. И ту, и ту. С определенным интервалом. Соблюдая интервал, да. И врача предупредить, что я был привит, я чуть подожду. Дело все в том, что с гриппом он почему-то ушел на время коронавируса. Есть статистика. Ну, посмотрим, что будет дальше. Спасибо большое за интересную беседу. Это была программа «Вечерний хэштег».